МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Татьяна Бажанова. Здравствуйте. В начале выпуска его главные темы. Все больше овец и коз. Микроперепись показала, сельчане отдают предпочтение мелкому рогатому скоту. Мастер из глубинки в своей 86, житель Большеберезняковской Марьяновки, продолжает заниматься творчеством. Экологический контроль госавтоинспекторы следят, в том числе и за чистотой окружающей среды. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов 2 сентября в Москве встретился с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Обсуждались вопросы взаимодействия в области лесных отношений. В частности, обсуждался ход реализации на территории Республики федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология». В 2021 году региону выделено более 32,7 миллионов рублей. Уже закуплено 29 единиц лесопожарного оборудования. В связи с аномально жаркой погодой этим летом в Республике не удалось избежать лесных пожаров. Пострадала значительная часть Мордовского заповедника. В ходе рабочей встречи достигнуты договоренности по увеличению финансирования лесного хозяйства региона. В том числе дополнительные средства предполагается направить на работу по предупреждению лесных пожаров, повышению оплаты труда сотрудников лесопожарных формирований, а также на мероприятия по воспроизводству лесов. Рабочая поездка. Председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина побывала в Розаевском районе. Общественница посетила несколько ведущих предприятий муниципалитета, а также пообщалась с жителями поселка Красное Сельцо. Все подробности в сюжете. Свой визит в муниципалитет Юлия Оглоблина начала с посещения предприятий Розаевского района. Первая из них — «Рус Ямаш». Завод по праву считается одним из ведущих предприятий вагоностроения в России. Сейчас здесь трудится больше трех тысяч человек. Юлия Оглоблина встретилась с коллективом, рассказала о своей общественной работе в Российском союзе сельской молодежи, который возглавляет. Это объединение — настоящий голос села. Главная задача — вводить инициативы, которые способны улучшить жизнь в глубинке. По инфраструктуре у нас, конечно, есть над чем работать. Это водоснабжение, это местные дороги, это недостаточно финансированное благоустройство дворов. Проблемным продолжает оставаться и кадровый вопрос. Многие предприятия республики нуждаются в специалистах. На Русхимаши люди тоже нужны. Сейчас на заводе открыто около 500 вакансий. И это тоже показатель и ориентир для дальнейшей работы. Еще одно ключевое предприятие для Рузаевки — стекольный завод. Юлия Оглоблина ознакомилась с этапами производства, побывала на рабочих площадках, а затем также встретилась с коллективом. В центре внимания проблемы для рузаевцев. Самая наболевшая тема — местный горводоканал. Несколько лет назад он перешел в частную собственность. Тогда и начались сложности. Резиденты ТАССР не могут подключиться своевременно и в нормальных условиях. А самое главное — это жители. Потому что сеть изношена. Он не может участвовать в программах. Он не имеет права участвовать в программах. Он, в принципе, на сегодняшний день, насколько я знаю, каждый здесь подтвердит, житель Рузаевки, любой вам скажет, что проблема водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день — это самая большая. Решение проблемы жители Рузаевки предлагают одно. Нужно запретить на федеральном уровне отдавать стратегически важные социальные объекты в частные руки. Их же вопрос пока остается открытым. О проблемах жителей муниципалитета продолжили говорить и в поселке Красное Сельцо. Здесь главные трудности с канализационной системой. Она требует замены. Только реконструкция нам сейчас уже для нашего поселения не подходит. Потому что количество частных домовладений увеличивается. И в том числе и многоквартирных домов. Нам необходимы еще очистные сооружения, очистные вместе с реконструкцией. В любом случае, мы делали проект в 2012 году. Его нужно актуализировать. Район пытается. Наш проект уже практически живет в районе. Но дело в том, что никак мы не можем с этой мертвой точки сдвинуться. Для нас это очень важно. Также в ремонте нуждается местный дом культуры. С проектом уже определились. Обновление планируют провести в рамках программы комплексное развитие сельских территорий. Сейчас важно в нее попасть. Еще одна мечта местных жителей – ремонт детского сада. В общем и в целом условия в нем созданы хорошие. Но хотелось бы поменять систему отопления. Обновить внешний вид. Мы видим и окна требуют замены, и фасад здания, и коммуникация внутри. Она требует замены. Нет программы по капремонту детских садов. Есть нацпроект «Демография». Там строятся новые детские сады по этой программе. На мой взгляд, важно внести изменения, конечно, чтобы была возможность и отремонтировать имеющиеся построенные детские сады. Это предложение общественница планирует проработать с Министерством просвещения в самое ближайшее время. Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости. Розаевский район. Республика вышла на плато борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Мордовия Олег Маркин. Он отметил, последние три недели количество развернутых коек не увеличилось. Сейчас их порядка полутора тысяч. Также продолжается иммунизация населения от коронавируса. Задача – сформировать коллективный иммунитет. По данным, на 2 сентября на стационарном лечении находится 1184 человека. А 1914 лечатся дома. Всего за весь период пандемии в республике зафиксировано 26 173 случаев коронавируса. В Мордовию завезли более 378 тысяч доз вакцины. В основном это «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». Сейчас первым компонентом вакцинировано более 296 тысяч человек. Это более 76% от плана. Чтобы достичь коллективного иммунитета, нужно, чтобы и первым, и вторым компонентам было привито не менее 60% взрослых. Работу в этом направлении нам необходимо интенсивно проводить, вакцинировать, чтобы достичь коллективного иммунитета и прекратить цепочку инфицирования коронавирусной инфекции на территории республики Мордовия. Но мы на этом останавливаться дальше не будем. До достижения коллективного иммунитета 60% мы будем продолжать вакцинацию до достижения 80%. Записаться на иммунизацию можно в поликлинике по месту жительства или вместе с документами, паспорт, медицинский полис и СНИЛС прийти в мобильный пункт вакцинации. 3 сентября он будет принимать желающих по трем адресам. С 9 до 12 часов в Елге у дома 13 по улице Тимирязева, у дома 62 по проспекту 70 лет октября медики будут работать с 3 до 8 часов вечера. В Лоховке на Октябрьской 6 будут ждать желающих с 9 до половины третьего. Мы продолжаем вакцинацию пациентов, переболевших после коронавирусной инфекции, через 6 месяцев после заболевания. Повторную вакцинацию нашего населения через 6 месяцев после первичной вакцинации. И для этой цели мы активно используем однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Работу эту необходимо проводить. Почему? Потому что мы в прошлом году с вами помним, что благодаря, во-первых, хорошо проведенной вакцинации нашего населения от вируса грипп на территории Республики Мордовия не было зарегистрировано ни одного случая данного заболевания. Повторная вакцинация нужна для того, чтобы поддерживать в организме высокую концентрацию защитных антител против всех штаммов коронавирусной инфекции. Особое внимание вакцинации студентов. Иммунизация активно проводится и в вузах, и в средних профессиональных учебных заведениях. Это необходимо сделать для того, чтобы избежать вспышек коронавирусной инфекции внутри учебных заведений. И параллельно этому, через месяц после вакцинации от ковида, необходимо вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать данного заболевания внутри коллектива. По словам Олега Маркина, высок процент вакцинации и среди педагогов. Учителя и воспитатели с ответственностью подошли к встрече нового учебного года. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости. 30 августа завершилась сельскохозяйственная микроперепись, которая проходила во всех регионах России. В Мордовии-Остате подвели итоги о ее проведении на территории Республики. Главная цель сельскохозяйственной микропереписи – узнать, как изменилась структура сельского хозяйства России. Каких животных и птиц предпочитают содержать в небольших хозяйствах и агрохолдингах. Какие меры поддержки нужны аграриям. Все это необходимая информация. Собрать ее Мордовия-Остату помогла внештатная служба. Однако основная нагрузка легла на плечи переписчиков. Их по всей республике было привлечено 366 человек. Всего у нас подлежало микропереписи 255 сельхозорганизаций, 500 крестьянско-фермерских хозяйств, более 175 тысяч личных подсобных хозяйств, 652 некоммерческих объединений граждан. В ходе проведения микропереписи отчитались все сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, подлежащие переписи. Переписчики опросили более 175 тысяч владельцев хозяйств. Выявлено 779 новых объектов. Экономика села меняется, крупного рогатого скота в глубинке все меньше. Зато все больше овец и коз. Отмечается, что в ноябре 2021 года планируется проведение контроля данных сельскохозяйственной микропереписи с использованием средств спутникового мониторинга. Через космический мониторинг мы будем эти земли проверять, в каком они состоянии. Засоренность, залесенность, запустаренность. Пастбищи были, сенокосы были. Это все мы будем проверять. До 6 сентября проводится контроль и уточнение собранных данных. Обработка полученной информации уже началась. Предварительные итоги микропереписи будут подведены в конце этого года, а окончательные – в конце 2022-го. Полученные данные лягут в основу разработки способов государственной поддержки сельскохозяйственных производителей. Надежда Русяева, Евгений Фролкин, Народные новости. Социологический опрос – один из самых распространенных способов сбора необходимой информации в современной социологии. А фундамент этого метода исследования – научный подход. Из чего он складывается и почему соцопросы в сети заранее обречены на недостоверность результата, нам рассказала кандидат социологических наук Любовь Курышова. Сотни тысяч людей и столько же мнений. У кого-то по одному и тому же поводу они совпадают, у других разнятся. Узнать, какая часть общества придерживается той или иной позиции задач и социальных опросов. Для их проведения привлекаются специалисты из сферы социологии, которые для начала выбирают предмет исследования, затем выстраивают рабочую гипотезу и занимаются сбором данных. Далее анализируют результаты и делают выводы. Особенно важно в этом методе исследования сформировать правильную группу респондентов, которая будет представлять собой мини-модель всего общества. Мы должны определить, кого мы опрашиваем, где мы опрашиваем и как мы их отбираем. То есть вот это основной вопрос. Причем порой это вопрос не количества опрошенных, а именно от состава того, кому мы опрашиваем. Опрос должен гарантировать шанс любого представителя общества попасть вот в это число опрашиваемых. Может ли гарантировать опрос в каком-то сообществе этот принцип? Конечно же нет. Опрос, проводимый непрофессионалом, зачастую не соответствует этому важнейшему критерию. А значит, среди респондентов могут быть представители только некоторых социальных групп и слоев населения. Или вообще одной. И в таком случае перенос данных, полученных в ходе опроса, на всю общественность невозможен с точки зрения науки. Количество подобных опросов в сети интернет с развитием информационных технологий бьет все рекорды. Онлайн-опросники становятся все популярнее. Социологический опрос можно отыскать практически в любом сообществе. Чаще всего пользуются социальных сетей такие активные граждане. Чаще всего, может быть, это и молодое поколение, это, может быть, городские жители, и очень часто критически настроенные люди. И по сути мы получаем мнение вот этого маленького количества людей определенного среза. За пределами опроса могут остаться вот эти люди, которые не пользуются интернетом, которые принципиально или не принципиально не пользуются, которые, может быть, не так активны в высказывании своего мнения или, например, пожилые люди. Темы для опросов безграничны. Если они носят нейтральный характер, скажем, людей просят определить самый популярный завтрак – это полбеды. Но порой опросы касаются более сложных тем. И дезинформация по поводу общественного мнения может стать предметом необоснованной неприязни к объекту исследования. Марина Василевская, Евгений Фролкин, Народные новости. Рабочие места есть, а вот рабочих рук не хватает. В Мордовии на нескольких производствах ждут специалистов швейного дела. 2 сентября на базе Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий прошел круглый стол, на котором основным вопросом стала нехватка кадров в легкой промышленности. Швейное мастерство издавна ценится в народе. Превращать отрезы ткани в полноценное качественное изделие – настоящее искусство. И специалистов такого рода швейному производству республики не хватает. А ведь рабочие места для них есть. Обсудить перспективы и проблемы отрасли 2 сентября решили в техникуме сферы услуг и промышленных технологий. Ведь он единственный. В Мордовии готовит специалистов со средним профессиональным образованием для легкой промышленности. Центральная тема круглого стола – недостаток рабочих рук в швейных цехах. Я вижу самую главную проблему легкой промышленности в Республике Мордовии – это дефицит кадров. Что кадров квалифицированных не хватает. Швей не хватает. Не хватает таких специальностей, как технолог швейного производства, конструктор швейного производства. В Республике Мордовия данные специальности очень сильно постарели. И отрасль ее пришла в упадок. Сами студенты обучаются по швейным направлениям с удовольствием. И от процесса получения знаний и навыков берут все возможное. Многие из них проявили интерес к тканям, разметкам и выкройкам еще в школе. И не исключают, что будут работать по выбранной профессии в будущем. Выбрала я, потому что, когда в школе мы были, у нас же была та же, как труды. И мы вот тоже там шире, мне вот так затянуло. Возможно, в будущем я и буду в этой профессии развиваться дальше. Исправить ситуацию с нехваткой специалистов решили общими усилиями. Один из вариантов – обучение по востребованным профессиям с нуля. Включающее знакомство с реальным производством еще во время учебы. Решение вопроса можно сделать еще в том, что работодатели брали наших учащихся на производственную практику не после окончания, а на втором-третьем курсе, где наши студенты нарабатывали бы скорость. Развитая легкая промышленность – путь к увеличению поступлений в бюджеты всех уровней, а также способ раскрыть не только промышленный, но и рекреационный потенциал республики. Местные качественные товары – способ стимулировать туристов на покупку внутри региона. Условия работы предлагают современную заработную плату, достойную. Но дефицит кадров остается актуальной проблемой швейного производства. Остается надеяться, что молодежь оценит перспективность рабочих специальностей и уникальные производства будут сохранены. Валерия Новикова, Сергей Кувакин – Народные новости. Отправиться в музей, театр или посетить выставку любимого художника. Для молодых людей от 14 до 22 лет сделать это будет намного проще и доступнее. С 1 сентября для них начал действовать проект «Пушкинская карта». В Саранские музеи и театры с ее помощью купить билет тоже можно. «Пушкинская карта» – проект, который поможет приобщить молодое поколение к культуре. С помощью такой карты школьники и студенты от 14 до 22 лет могут приобрести билеты в театры и музеи. Это отличная возможность для молодежи бесплатно посетить любимые культурные центры. С самого начала мне было интересно всегда посещать кино, выставки, театры. А сейчас государство дает шанс посетить хотя бы часть бесплатно. Я рада этой возможности. Я буду, конечно, этим пользоваться. Чтобы получить «Пушкинскую карту» в электронном виде необходимо создать учетную запись на портале госуслуг, а после скачать на телефон приложение госуслуги «Культура» и с его помощью выпустить виртуальную карту. На ней уже будет доступно 3000 рублей, которыми можно будет оплатить билет. Проект охватывает учреждения культуры не только федерального, но и регионального уровня. Он однозначно поможет привлечь в театры и музеи больше людей, чем раньше. В числе первых «Пушкинскую карту» для оплаты билетов стал принимать русский драматический театр. С 1 сентября стартовала программа «Пушкинская карта». Все необходимые процедуры мы прошли, где надо зарегистрировались, что надо оформили, куда надо все выложили. Есть уже первые покупатели, которые реализовали свое право воспользоваться «Пушкинской картой». Это очень замечательный, на мой взгляд, проект. Проект «Пушкинская карта» действует на территории всей страны. К примеру, в отпуске или на каникулах ею можно оплатить билет в музей или театр другого региона. Важно отметить, что карта именная, поэтому купить билеты и посетить мероприятие может только ее владелец. Если билет по тем или иным причинам приходится вернуть, деньги тоже вернутся на баланс «Пушкинской карты». Надежда Русяева, Ирина Суконкина, Евгений Фролкин. Народные новости. Рузаевские школьные библиотеки внедряют современные технологии. С 1 сентября в них началась электронная книга-выдача. Теперь ученики смогут получать необходимую литературу гораздо быстрее, а библиотекарям будет проще работать с каталогами. Об этих и других преимуществах цифровизации узнавали Ирина Семенова и Сергей Соколов. Начался учебный год и школьники пришли в библиотеки за учебниками в Рузаевке. В этом году их выдают по-новому. На каждой книге штрих-код библиотекарь его сканирует и никаких записей в личной карточке или читательском билете. Все в электронной базе. Так же быстро, как пробить покупки на кассе. А все благодаря проекту по созданию единого информационно-библиотечного пространства, который реализуют в городе железнодорожников. По апрелю месяцу у нас проходил межрегиональный форум, который был посвящен библиотечной деятельности Республики Мордовия. И в рамках данного форума было подписано одно из соглашений, которое касалось создания информационно-библиотечного пространства на базе города Рузаевки. Почему именно город Рузаевка? Потому что это город, где сошлись два национальных проекта. Национальный проект образования и национальный проект культуры в области библиотечного дела. Между собой взаимодействуют районы администрации, Национальная пушкинская библиотека, Центр образования, Педагог-13.ру и IT-компания, поставщик библиотечного софта. Опыт сотрудничества региональных и школьных библиотек уникальный. Но именно с таких малых шагов начинается общая цифровизация. Чем хороша электронная книговыдача? Она сокращает процесс получения книги, помогает анализировать, какие позиции наиболее популярны у читателей, а в будущем и позволит создать единый каталог для всех библиотек Мордовии. Появился штрих-код на учебнике, и с помощью этого штрих-кода уже вводятся все остальные данные. Это некий паспорт электронный для этой книги. С помощью этого штрих-кода мы потом будем знать, у какого ученика эта книга находится, делать различные пометки, которые нам могут быть необходимы. И, конечно, это упростит, уберет весь бумажный оборот и уведет все в цифру, что называется. Таким образом, с помощью этих штрих-кодов в том числе мы делаем, как сейчас любят говорить, большие данные. Перед тем, как решиться на такое нововведение, пришлось много поработать. Библиотекари изучили новое программное обеспечение, научились работать с электронным каталогом, а также наклеили штрих-коды на каждую книгу. Процесс очень трудоемкий, очень сложный. Но, опять же, хвала администрации, школе, библиотекарям, потому что они сорганизовали работу таким образом, что была помощь волонтеров, других учителей, педагогов, которые помогали заштрих-кодировать весь этот фонд, а это большое количество литературы, и уже начали выдавать детям эти книги. Сейчас на электронную книговыдачу перешли четыре образовательных учреждения Рузаевки. Технологию на себе пробуют библиотекари и учащийся школ номер 1, 9, 10 и 12. Однако в будущем такой формат станет привычным для каждой библиотеки. Ирина Семенова, Сергей Соколов, Народные новости, Рузаевский район. С любовью к родине. Александру Бодину из села Марьяновка, Большеберезняковского района, в молодости пророчили успешную карьеру в другом регионе. Но он вернулся на малую родину и продолжил работать на благо родного села. Сейчас Александру Бодину 86. Он держит небольшое хозяйство, ухаживает за огородом, занимается творчеством. О мастере из глубинки в следующем сюжете. На одной из улиц Марьяновки утопает в зеле дом Александра Бодина. Что здесь живет творческий человек, видно с порога. Дом снаружи обложен плиткой. С одной стороны сдержанный геометрический сюжет, а с другой живописный пейзаж. Синее озеро, в котором плещется пара лебедей, горы с заснеженными вершинами. Дел в селе хватало, поэтому украшать дом приходилось ранним утром и поздним вечером. Да все обкладывал вот я плиткой семь с половиной лет. Весь дом кругом. И с этой картины вот. Сам вот это все. Ну где-то выше метра наверх. С метра самой карниза сам выкладывал. Родился мастер в Марьяновке. Здесь окончил семь классов. В молодость уехал трудиться в другой регион на строительство Куйбышевской гидроэлектростанции. На новом месте он быстро стал примером для коллег. Информацию схватывал на лету, трудился на совесть. Однако строить карьеру далеко от родины не стал. Вопреки уговорам друзей и начальству вернулся в родное село. А я решил уеду в деревню. Они меня отговаривали. И квартиру обещают быстро давать туда. А я им говорю, я говорю, я в деревню квартиру построю. Они же засмеялись. В деревню городскую квартиру построю. Ну и я уехал тогда. Через год начал эту стройку. После переезда связь с бывшими коллегами не терял и оповестил их о начале стройки. Они приехали и помогли с фундаментом. На родине Александр Бодин также зарекомендовал себя как высококлассный специалист и помог электрифицировать местный завод. Трудился он в технической сфере, но душа всегда тянулась к творчеству. Без художественного образования создает настоящие шедевры в разных жанрах. Талант ему передался от дяди-художника. Несколько лет назад Александр Бодин установил ограду и оформил ворота сельского кладбища. Есть у мастера еще одно увлечение – деревья. В его дворе растет орешник, кедр, барская ягода и многое другое. Деревья он сажает не только у себя во дворе. Благодаря мастеру все село стало краше и зеленее. Яблони, березы радуют сельчан до сих пор. Много добрых дел он сделал для родной Марьяновки. Озеленял, помогал создать пруды. Сейчас забот стало меньше. В его хозяйстве пара пчелиных семей, куры и сад с огородом. Но день свой по привычке начинает в 5 утра. Юга-Сайта желания украшать свое село. Молодые ухоженные деревья через дорогу от дома – тому подтверждение. Ольга Данилова, Сергей Соколов. Народные новости. Большеберезняковский район. 98 лет на страже общественного правопорядка. Свой профессиональный праздник 2 сентября отмечают сотрудники патрульно-постовой службы. История нужной и важной профессии началась в день публикации правил для сотрудников рабочей крестьянской милиции. Инструкция постовому. Чем живут и дышат современные сотрудники службы, расскажем в сюжете. Пистолет в руках Татьяна Костюнина держит уверенно. С виду хрупкая и беззащитная девушка уже 13 лет охраняет общественный порядок в нашем городе. В любой день, праздничный или будний, Татьяна Костюнина вместе с сослуживцем патрулируют улицы. Их маршруты – как тихие дворы и переулки, так и людные места. Бытовые вызовы тоже в порядке вещей. За годы работы нестандартные ситуации уже не кажутся такими необычными, как было поначалу. Было, конечно, страшно, да, изначально непривычно. Ко всему нужно привыкать, естественно, как и везде. Сейчас уже чувствую себя на своем месте. К 7 часам мы должны прибыть на службу, вооружиться, получить все спецсредства. Далее в 7.30 у нас проходит развод-инструктаж. Мы записываем все ориентировки. То есть 8 часов мы должны уже быть на своих постах, на своих рабочих местах. Патрульно-постовая служба считается одной из самых многочисленных по числу сотрудников МВД. Даже в праздник учебные стрельбы никто не отменял. Они проводятся ежегодно. Сегодня сотрудники ППС выполняют два упражнения. Первое – на 15-метровом расстоянии от мишени. В течение 40 секунд каждый сотрудник производит 10 выстрелов с перезарядками магазинов. Второе упражнение также с 15 метров. Но в условии еще появляется мишень-заложник. Как бы сотрудник должен 40 секунд сделать 10 выстрелов, не попасть в заложника. Если он попадет в заложника, то за данное выполнение упражнения он получает 0 очков. Сотрудники сражались в командном и личном первенстве. Многие из них показали хорошие результаты. Но в личном первенстве лучшей среди своих коллег оказалась Татьяна Костюнина. Кроме того, за добросовестное выполнение служебных обязанностей и успешное выполнение задач повышенной сложности, некоторым из сотрудников была объявлена благодарность. Награды заслуженные. Ведь патрульно-постовая служба – это передовая борьбы со злоумышленниками. Патрульно-постовая служба несет основные функции по охране общественного порядка. Первыми приходят на помощь гражданам, участвуют в раскрытии преступлений по горячим следам, является лицом полиции. Патрульно-постовая служба выполняет длительное время служебные обязанности в командировках в Северокавказском регионе. Желаю вам всем служебного долголетия. Всегда возвращаться домой из служебных командировок со смен, со службы, чтобы у каждого дома был порядок, достаток. Всех поздравляю с праздником. Награды вручены, поздравления приняты. И даже в праздничный день сотрудники патрульно-постовой службы стоят на охране общественного порядка и готовы исполнить свой долг. Валерия Никитина, Сергей Кувакин, Народные новости. В Мордовии прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Экологический контроль», в рамках которого сотрудники ГИБДД проверили частоту выхлопа дизельных агрегатов, провели замеры дымности и токсичности выхлопных газов. Каждый год в России выбрасывается в атмосферу миллионы тонн загрязняющих веществ. Из них треть приходится на автотранспорт. Чтобы контролировать экологическую безопасность в регионе, сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят экологический контроль. Помогают в этом специальные приборы для оценки уровня загрязненности выхлопных газов. С его помощью транспортные средства, работающие на газе и бензине, сотрудники госавтоинспекции проверяют на токсичность, на дизельном топливе, на дымность. В случае, если содержание углеводородов, сажа и угарного газа превышает нормативы, составляется протокол. За данные виды нарушения предусмотрена административная ответственность на водителей по статье 8.23, что предусматривает за собой видом наказания предупреждение, либо 500 рублей. На должностных лиц, выпустившие данные транспортные средства, на линию, для экспонации своих видов деятельности предусмотрена ответственность 8.22. Штраф за это предусмотрен от 500 рублей до 1000 рублей. С начала года по этим статьям в республике было составлено 29 материалов. Кроме того, в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Экологический контроль» отдельное внимание уделяется выявлению автомобилей и мотоциклов, у которых значительно превышен показатель шума. Чтобы определить его влияние на окружающих, сотрудники ГИБДД используют шумомеры. На основе полученных результатов измерений правоохранители будут бороться с нарушителями вплоть до полного запрета эксплуатации конкретного транспортного средства. Поэтому современным водителям важно контролировать техническое состояние своего автомобиля. Марина Василевская, Народные новости. Несколько мордовских атлетов получили новые спортивные звания. Мастерами спорта стали пятеро воспитанников региона 13. Легкоатлетка Эльвира Хасанова, представлявшая страну на минувших Олимпийских играх, стала мастером спорта международного класса. Ранее спортсменка неоднократно завоевывала золото всероссийских и европейских турниров. То же звание получил ее коллега по цеху Сергей Раков. В 2021 году он стал чемпионом России в ходьбе на 50 километров. Новыми званиями могут похвастаться и юниоры. Максим Пьянзин в этом году на первенстве России по легкой атлетике завоевал золото и выполнил нормативы мастера спорта России. Анастасия Трухова на этих стартах к финишу пришла четвертой, но звание также получила. Мастером спорта стала и биатлонистка Анна Кунаева. В 2021 году она стала бронзовой призеркой чемпионата России. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Татьяна Бажанова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.